Добрый день, Сергей Борисович! Добрый день! Добрый день, уважаемые слушатели! В последнее время мы часто говорили с вами об энергетике, в том числе об атомной энергетике, о зелёной энергетике. И вот, насколько я понимаю, снова, как ответ на наше обсуждение, появилось несколько новостей в атомной отрасли Российской Федерации. Можете вы немножко... Да, у нас неожиданно, почти одновременно, да, в общем-то, одновременно, две очень хорошие новости. Первое новое заключается в том, что началась такая последняя стадия испытания МОКС-топлива на БН-800. Напомню, БН-800 – реактор в Белоярке, на быстрых нейтронах, а МОКС-топлива – это оксиды металлов. Имеется в виду, что это не только уран, но это оксиды плутония, оксиды других трансуранов. И использование МОКС-топлива в качестве ТВЭЛов – очень важный шаг на пути переработки отработанного ядерного топлива. На самом деле, один из ключевых шагов. В некотором плане, когда мы об этом говорили в Росатом, я ещё там работал в районе 5-6 года, это воспринималось как некий святой грааль. Вот там, где-то далеко впереди, мы сможем загружать сборки МОКС-топлива. Так вот, сборки загрузили, МОКС-топлива испытывается в работающем на полную мощность реакторе. Это означает, что все исследования проведены, и идёт уже разговор о лицензировании. А это означает, во-первых, зелёную дорогу реактору БНК, это БНК-мерческий, он же БН-1200. Между прочим, будет первый в мире реактор на быстрых нейтронах большой мощности. Но, впрочем, по отношению к тому, что есть в мире, даже БН-600, построенный в 1984 году в Советском Союзе, был очень большой мощности. Но 1200 – это первый реактор на быстрых нейтронах, который не просто энергетический, который коммерчески соответствует стандартному атомному реактору на медленных нейтронах. Понятно, что чем больше мощность, тем больше коммерческий эффект. Так вот, уже сказано, что БН-1200 будет целиком проектироваться под МОКС-топлива. И это вторая важнейшая и интереснейшая новость. Третья новость. У нас закончено лицензирование реактора БРЕС-300. БРЕС-300 – это моя глубокая мечта в атомной энергетике. Это реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Ну, грубо говоря, фактически реактор плавает, вернее, находится внизу большой ванной жидкого свинца, который потихонечку кипит и передает тепло. И считается по очевидным причинам самым безопасным реактором. Ну, легко понять, что если с ним что-нибудь происходит, то первое, что случается, он оказывается залитым толстым слоем свинца. Так вот, этот реактор лицензирован. Соответственно, вот-вот начнется его строительство, насколько я понимаю, под Красноярском. Но главное даже не это. Интересен не сам по себе реактор. Зачем вообще нужны реакторы на быстрых нейтронах? Да, они лучше, да, они экономичны. Главное, не в этом. Реакторы на быстрых нейтронах могут работать в режиме размножителей. То есть, они могут производить расщепляющееся вещество. Они могут использовать, соответственно, отработанное ядерное топливо с одной стороны и природный уран с другой стороны, чтобы получать расщепляющиеся элементы. Первое, что это дает, ну, урана-235, который является стартовым моментом для любого реактора, его, в общем-то, в мире довольно мало. И он довольно давно и широко используется. Поэтому у нас масса объединенного урана, где-то 235-го урана, уже нет. Рано или поздно, в общем, ну, кончится, конечно, не кончится, но может стать довольно дорогим. Кто-то из великих физиков, реакторщиков, сейчас просто не вспомню кто, сказал такую фразу. Вообще-то мы атомные электростанции делаем так. Мы топим спичками. Вместо того, чтобы спичкой поджигать бревно, мы кидаем много спичек и поджигаем. Да, спички отлично горят, но рано или поздно кончится. Так вот, реакторы на быстрых нейтронах не топят спичками. Это очень существенный момент. Второй момент. Реакторы на быстрых нейтронах позволяют разобраться с проблемой отработанного ядерного топлива, которого много и который в этом случае будет постоянно идти в новое и новое обращение. А самое важное, что технология Берри Бреста, свинцовая технология, единственная, которая позволяет переработку проводить на самой станции. То есть, нет варианта поставили станцию, она сколько-то проработала, забрали твелы, охладили, перевезли на завод, переработали, повезли обратно на станцию. Здесь вся переработка осуществляется на одной станции. Это называется пристанционный цикл. И только на сегодняшний день в мире, ну, вообще, на сегодняшний день в мире никто даже не пытался этого сделать, но Брест это, в принципе, умеет. Так вот, для меня самым существенным моментом было в новости не то, что они делают Брест, хотя это интересно и важно, а то, что они с самого начала лицензировали пристанционный цикл переработки. Если это удастся сделать, ну, четко мы вступим в новый этап развития атомной энергетики, совершенно другой. И это будет другой атом. Сергей Борисович, мы вот уже несколько раз обсуждали с вами разные структуры в Российской Федерации, Роскосмос, Фонд национального благосостояния, которые, в принципе, не имеют никакой стратегии, действуют тактически, действуют не так хорошо, как их конкуренты и так далее. Росатом на этом фоне выглядит островком технологического и организационного оптимизма. Почему так получилось, на ваш взгляд? Я улыбаюсь, потому что много ответов, и в каждой из них правильнее. Ну, можно несколько вытаскивать. Начнем с первого ответа. Росатом не забыл свою историю. Это важно. Сейчас, наверное, люди, которые знали Лаврентия Павловича Берия, уже почти ушли, но в пятом-шестом году их было еще достаточно много. И неуважительное отношение к нему среди инженеров и физиков Росатома, мягко выражаясь, было не распространено. А у Лаврентия Павловича было масса недостатков. Но он был стратег и умел решать проблемы. Если два коммуниста не могут договориться по вопросу, имеющим оборонное значение, один из них враг. У меня сейчас нет времени выяснять, кто из вас враг. На обратном пути я вернусь. Когда я вернусь, надеюсь, вы придете к общему мнению. Он умел проводить согласование. И опыт работы, когда согласование проводится быстро и четко, я видел сам своими глазами на многих совещаниях. Вы же понимаете, это классические совещания интеллигентов. Все доктора, часть академики, у всех куча заслуг, все кричат, у каждого только своя позиция. А потом приходит руководитель, бьет кулаком по столу и говорит, в вашей галимате я услышал две идеи, твою и твою, вы оставите остальные вон отсюда. И к вечеру готов проект. И с ним уже никто не спорит. Это прошлое. Второй момент. По разным причинам, это связано, между прочим, и с нашими друзьями, методологами, в том числе с Петром Георгиевичем Щедровицким, который много проработал, с Сергеем Воззричем Кириенко, который очень много проработал, они привили Росатому вкус к стратегированию. И к тому, что стратегия – это не документ, на котором написано слово «стратегия», а это ставка, понимание, чего мы хотим сделать, и ресурсы, которые для этого выделяются. Кроме того, еще и понимание того, что в основе любой стратегии лежат определенные инфраструктуры, и нельзя пытаться работать по вершкам, если у тебя нет корня. В какой-то момент они это поняли. Из-за поколения это вошло в плоти в кровь. И если все остальные в менеджерский продюсер кричат, нам нужно сократить исследования, нам нужно сократить то-сё, они говорят наоборот, у нас масса заказов, у нас есть возможности, поэтому мы должны делать собственный станочный парк, собственные алгоритмы, а по быстрым реакторам все алгоритмы, но на собственном, что их на Западе сейчас нет. И это будет, между прочим, золотое, но через некоторое время. И всё вот это уже стало понятно. В своё время это был большой спор, я тоже в нём участвовал, был очень интересный момент. Когда ещё казалось, что Росатом, он самый слабый среди четырёх конкурентов, где Рева, Тошиба, Вестингаус, тогда ещё даже, по-моему, Митсубиси ещё оставался, и, конечно же, всё это работало, было сказано, мы же не можем быть с ними конкурентноспособны, нам нужно тащить на себе кучу балласта. У нас одних институтов там 40, по-моему, было сказано, не помню точную цифру, но где-то около. И был дан ответ, что если мы правильно разыграем свои карты, вот там будет противоположный разговор. Но как мы можем их догнать? У них одних институтов 40, а у нас что? Одни менеджеры. И они сохранили институты. Это второй ответ. Третий ответ. Так уж получилось, что в ряде проведённых игр, их проводили и в Москве, и в самом Росатоме, в Димитровграде, и в ходе форсайта Росатома, люди придумали, создали, спроектировали документ под названием «Прорыв», и они его начали реализовывать. Он существует, казался совершенно фантастическим, даже в некотором плане, многие его считали коммерчески, организационно идиотским. Но он уже идёт, и он уже работает. И это двигается вперёд. Медленнее, чем хотелось бы, но двигается. Ну и, конечно же, последний момент тоже нужно иметь в виду. Росатому помогли неудачи противников. В частности, о ревы, той же Тоша Вестенгауза, которые, попросту говоря, в новых сложных условиях не смогли найти своего места. Я о них бы сейчас мог бы сказать ровно то же самое, что я говорил про фонд на благосостояние, наш Роскосмос. Они пытаются выживать, не имея стратегии, теряют позицию за позицией. Росатом в очередной раз доказал нам простую вещь. Даже плохой план, а я, кстати, не говорил, что у них план плохой, но даже плохой план намного лучше, чем отсутствие всякого плана. А у них есть план, они плохой. И они двигаются вперёд. Они могут не успеть к общей катастрофе. Но имея в виду, что современные станции строятся на 60-100 лет, можно рассчитывать, что масштабы катастрофы они сильно уменьшат. Что ж, желаем всем наличия плана. Спасибо, Сергей Борисович. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 .